Эта встреча блогеров с главой региона уже не первая. Вечером в понедельник кофейня в центре города едва смогла вместить всех желающих пообщаться с Михаилом Менем. Активное интернет-сообщество, оно отличается тем, что является сообществом неравнодушным. И точка зрения ваша, она может быть весьма интересной, полезной, а может быть даже иногда и альтернативной той точки зрения, которую нам руководители пытаются донести наши подчередные. Поэтому я считаю, эта практика неплохая, так что давайте начнем тогда работать с удовольствием. Буду отвечать на ваши вопросы абсолютно любые. Вопросы твиттеряне задавали разные. От строительства в регионе комбината синтетического волокна, который мог бы стать крупнейшим в России, до организации движения в центре города. Мы строим там, где и так уже пробки. Один из вариантов решения проблемы – это развитие общественного транспорта, который у нас сейчас в довольно грустном состоянии. За дотину вечером и целый день с коляской не уезжаем. Вот хотел спросить, планируется ли у нас какая-то разработка, какая-то глобальная концепция, программа развития общественного транспорта? Не пора ли наложить мораторий на приближение к красным линиям, когда строят, и потом в плотной дороге предъявляться? Так что его уже не расширить и ничего в будущем не сделать. Как-то вот это именно концептуально планируется решение. Губернатор признался, еще три года назад ситуация с транспортом не была такой критической. Теперь же город буквально наводнен автомобилями. По мнению Михаила Мене, решение проблемы уже есть. Правда, пока нуждается в доработке. У нас есть глобальное решение, частичное решение этих проблем. Это восточный обход вокруг Иваново, который мы, к сожалению, последние пару лет строим только лишь за свой счет. Но будем надеяться, что все-таки мы дотолкаем хотя бы частичное финансирование со стороны государственного, федерального бюджета. И тем самым мы рассчитываем разгрузить от транзитного транспорта город, от грузового в первую очередь. Развязка Красной Армии Почтовая, по общему мнению собравшихся блогеров, пока не оправдала возложенных на нее надежд, а лишь усложнила и без того непростую автоситуацию в центре. Губернатор обещал прислушаться к общественности и дать поручение изменить схему движения с учетом мнения жителей.